20 заседание законодательного собрания Ульяновской области 6 созыва. Депутатам предстоит обсудить во втором чтении главный финансовый документ региона. Начали с доклада министра финансов. Екатерина Буцкая напомнила основные параметры бюджета на 2020 год. Общая сумма доходов составляет 60,4 миллиарда рублей. Расходы превысят доход в будущем году на 900 миллионов рублей. Сама структура расходной части не претерпела существенных изменений. По структуре, как я уже отметила, сохраняется социальная направленность. Практически 70% остается прежнего. Единственное, по реальному сектору экономики есть большой удельный вес с плюсом. Обычно закладывалось не более 13%, а сейчас 20%, то есть на 7% произошло увеличение по структуре. Мы заинтересованы, чтобы в системе здравоохранения, образования, социальной политики, в дорогах, в других сферах наступали реальные улучшения. Нам не нужно ухудшать или, допустим, отнимать и делить. Мы за то, чтобы прибавлять постоянно и под контролем, естественно, эффективно доводить деньги до каждого конкретного человека. 97% расходов в 2020 году профинансируются через госпрограммы. Ульяновской области поддержит 21 такой проект общей суммой почти 60 миллиардов рублей. К уже привычным программам с 1 января добавятся два новых направления – научно-технологическое развитие Ульяновской области и содействие занятости населения и развития трудовых ресурсов в регионе. Перед нами стоит очень амбициозная задача. Нам необходимо привлечь в следующем году порядка полутора тысяч человек. А это нужно не только привлечь, нужно обучить людей, нужно повысить квалификацию. Необходимо внедрять новые технологии для повышения производительности труда. Кроме этого, предстоит еще и обучение управляющего состава. 9,2 миллиарда рублей пойдут на реализацию национальных проектов. Однако в этой части есть определенные риски. Как отмечает первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, связаны они прежде всего с недоработками на федеральном уровне. Форма отчетности увеличилась в несколько раз, даже в 5-6 раз объем отчетности по каждому виду национальных проектов. Это вызвало тревогу в регионах. То есть, вроде бы, электронный бюджет, электронная информационная коммуникация появилась в бюджетном процессе, а отчетность увеличилась в несколько раз. Как замечают депутаты, между первым и вторым чтением шли нешуточные дебаты. Особенно по распределению дополнительных средств, которые будут поступать из госказны в течение следующего года. Одной из острых и приковывающих внимание отраслей до сих пор остается здравоохранение. В общей сложности вместе со средствами фонда ОМС и дополнительным миллиардом, который поступит в региональный бюджет в декабре этого года, предусмотрено 23 миллиарда. Обязательно будет средство направлено на погащение кредиторской должности, которая на сегодняшний день имеется, в том числе и по решению судов обеспечения и уменьшение дефицита на лекарственное обеспечение, на ремонт наших районных больниц, ФАПов, потому что хотелось бы, чтобы наше население приходило, наши люди приходили, нормальные, чистые помещения. В 2020 году на базе Новоспадской районной больницы планируется организация Центра онкологической помощи. Основными функциями Центра онкологической и онкологической помощи будут являться ранние выявления, диагностика, амбулаторные лечения, диспансерное наблюдение и обезболивание пациентов с онкологическим заболеванием. На обеспечение лекарствами предусмотрено почти 703 миллиона рублей. Большая часть этих денег позволит обеспечить медикаментами региональных льготников и закрыть пробел по этому вопросу. В зоне риска остается группа федеральных льготников, на них предусмотрено 252 миллиона рублей. Эту часть расходов обеспечивает Госказна. И по сравнению с прошлыми годами финансирование уменьшается. В этом году на систему ЖКХ выделено более миллиарда рублей. Особо хочу отметить то, что выделяются деньги на газификацию, на водоснабжение, на чистные сооружения. В этом году впервые за многие годы выделены средства муниципальным образованием для укрепления гидротехнических сооружений, потому что это достаточно серьезная проблема, которая уже много лет назревала и требовала решения. На развитие транспортной системы Ульяновской области предусмотрено 6,5 миллиарда рублей. Больше 1 миллиарда выделены на ремонт дорог областного центра, что вызвало негодование у некоторых депутатов во время обсуждения. У нас на сегодняшний день на ремонт дорог в Димитровграде на 2020 год заложено 0,00 копеек. То есть ни одной копейки. Я уважаю ульяновцев, это прекрасные люди здесь живут. Но все-таки, когда выделяется у города Ульяновска 1,150 миллиард на ремонт дорог, а Димитровграде ноль, это, я считаю, какая-то шутка. Министр промышленности и транспорта Дмитрий Вавилин пояснил, что все без шуток. Руководство Димитровграда не соблюдало порядок подачи всех необходимых документов для получения субсидий. Отсюда и такие показатели. Точнее, никаких. Министерству не предоставлена утвержденная программа по ремонту дорог на территории муниципального образования, равно как не предоставлено подтверждение софинансирования из местного бюджета на ремонт автомобильных дорог. На основании этого, соответственно, в проекте бюджета содержится 0,00 рублей. По итогу большинством голосов бюджет Ульяновской области на 2020 год депутаты поддержали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова